Щипцами тянули Серёжу, и он родился в асфиксии, мёртвым. 40 минут его оживляли, чего нельзя было делать, потому что клетки головного мозга отмирали, ну, а все знают, что они потом не восстанавливаются. Думали, что он умрёт. Просто умрёт, и всё. Но он выжил. Ну, а потом, прошло 7 дней, мне сказали, ну, рассказали, каким он будет, что вот это на всю жизнь, что будет, может и ходить, но, может быть, умственно отсталым, или наоборот. Ну, мне предложили, вы можете отказаться от него, то есть оставить его в роддоме, идти домой. Болезнь поставила передо мной непреодолимую стену. Если бы я только мог нормально разговаривать, и спазмы не сжимали всё моё тело. От того, что я болен, я ведь не перестаю хотеть иметь всё то, что хотят другие — дружбы, любви. Когда мне исполнилось 20, я задумался о смысле жизни. Почувствовал вселенскую пустоту. Она давила на меня страшным грузом. Я понимал, что моя болезнь в этом не виновата. Здоровые и больные, молодые и старые — все суетятся. А зачем? Для чего столько суеты, если всё это когда-то закончится? Пробовал отыскать ответы в книгах. Я всё время задавал себе вопрос. Для чего? Для чего мудрость, не говоря уже о глупости? Зачем богатство, труд, то, что в мире привыкли называть наслаждением, если впереди тупик? Как-то мне в руки попала книга «Забавная Библия». Книга была направлена против Бога. Но на меня она произвела обратное действие. Я захотел прочитать настоящую Библию. Вскоре это желание исполнилось. Незнакомая верующая женщина подарила мне Евангелие от Иоанна. Моё восприятие жизни резко изменилось. Но я не полностью посвятил тогда свою жизнь Христу. Должно было произойти одно событие. Мы жили в загородном дачном посёлке. Зимой он всегда пустынен. Я выехал на коляске подышать свежим воздухом.